В эфире новости студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! Говорим о главных событиях дня. В Петушинском районе сшили тысячу комплектов теплой одежды для бойцов, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. В ближайшее время костюмы передадут на фронт, а пока над ними работают студенты Владимирского технологического колледжа. На каждый комплект они пришивают шевроны с лозунгом в поддержку бойцов. Подробности расскажем прямо сейчас. Своих не бросаем. Под таким лозунгом с первых дней спецоперации все желающие могут поддержать бойцов, которые находятся на передовой. Эти шевроны – еще одно доказательство, что ребят помнят и каждого ждут дома. Чтобы ребята знали и видели, они это и так видят и понимают, они говорят, что они видят нашу поддержку. Соответственно, была инициатива разработать эти шевроны. Технологический колледж откликнулся, и ребята в ежедневном режиме пришивают эти шевроны. Первая партия 200 штук уже пришита, и куртки в ближайшее время отправятся на Донбасс. Студенты объясняют, почти у каждого в зоне СВО сегодня находятся родные или близкие друзья. Поэтому для них эта поддержка особенно важна. Мы же чувствуем все равно еще и свою ответственность тем, что мы поможем дорогим нам людям и нашей стране. Теплые вещи, над которыми трудятся студенты, по заказу областного правительства пошили на фабрике в Костерево-Петушинского района. Всего тысячи комплектов. В каждом комбинезон и куртка. Сегодня учащиеся третьего и четвертого курсов закончат отшивать для них очередную партию шевронов. Работа ведется в кратчайшие сроки. Стали делать с разделением труда. То есть одни приклеивают, другие прикалывают, третьи настрачивают. И то есть по цепочке сразу же упаковываем, складываем обратно, чтобы у нас было. И то есть вот эта вот цепочка выстроена, она помогла нам быстро сделать. Ранее студенты Владимирского колледжа отшили и отправили на фронт 20 теплых толстовок. Все в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Вся наша группа согласилась помочь ребятам. И мы постараемся, чтобы, нося эти толстовки, ребята чувствовали не только то, что мы старались для них, но еще иначе тепло. Теперь комплекты отправят в Донецкую республику. Сначала в подшефный город Докучаевск. Уже оттуда теплые вещи в кратчайшие сроки передадут в руки владимирским бойцам. Алексей Дудин, Евгения Волкова. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали наркозакладчика. Молодой человек показался им странным, а увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться. Но это ему не удалось. В грузаке парня полицейские обнаружили свертки с неизвестным содержимым и мобильный телефон с координатами тайников. Задержанный – 22-летний уроженец одного из соседних государств. В ходе допроса он пояснил, что приехал в Владимирскую область распространять наркотики через закладки. Оперативники изъяли свертки из 11 тайников. Таких закладок молодой человек планировал сделать порядка 80. Эксперты подтвердили, что в тайниках находилось больше 40 граммов героина и еще 23 мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. В Владимирской области на 30% увеличилось количество киберпреступлений. Таковы итоги прошлого года. Самую крупную сумму – почти 5 миллионов рублей – мошенникам отдала жительница Мурома. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ и профилактическую работу полицейских, жители региона продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Как защитить себя от обмана, расскажем прямо сейчас. Эти преступления происходят без громких выстрелов. Среди пострадавших не только пожилые, но и молодые люди. Кибермошенники работают в группы, в ход идут разные схемы. Они завладевают данными банковской карты и оставляют жителей региона без сбережений. В прошлом году рост таких преступлений во Владимирской области составил 30%. Когда уже с потерпевшим начинаем работать, он говорит, да, я знал, что это было. Я говорю, да, вы мошенники. И в итоге они мне вот так вот преподнесли, так вот с такой стороны зашли, что действительно я поверил. Очень часто мошенники сообщают людям, что их близкий стал виновником ДТП. Они требуют передать деньги курьеру, чтобы не было возбуждено уголовное дело. Эта схема стандартная и большинству людей уже известно. Но все равно многие забывают обо всем, когда злоумышленники прессуют их по телефону. Сложность в том, что номер, с которого звонит преступник, совпадает с реально существующим. И владимирцы действительно думают, что с ними говорит настоящий полицейский или сотрудник банка. Введена новая норма 13.2.1. Касается она операторов связи, которые пропускают звонки с подменными номерами. А в настоящее время только-только нарабатывается практика. Поймать тех, кто звонит доверчивым людям, очень сложно. В уголовном розыске говорят, мошенники работают онлайн из зарубежных стран. В основном удается задержать посредников. В прошлом году удалось поймать порядка 30 курьеров. Чтобы защитить себя от мошенников, есть только один действенный способ – положить трубку. Если разговор длится больше минуты, скорее всего, он закончится кражей со счетов. Запомните, если вам поступает звонок входящий, то он должен быть по умолчанию у вас, как мошеннический. Неважно от кого. То есть это может быть полиция, может быть ваш родственник, может быть из банка. Вы должны принимать его, как возможно, мошеннический. В октябре в России вступит в силу федеральный закон. Полицейские получат доступ к базе данных Центробанка и его региональных отделений. Оперативники смогут предотвращать киберпреступления. Чтобы попала операция в базу, клиент должен, конечно, заявить в банк, в организацию кредитную, зафиксировать там факт мошенничества. И тогда эта операция попадает в базу. МВД тоже будет предоставлять экспертам Банка России информацию об уже совершенных мошеннических действиях. Благодаря этому появится возможность оперативно приостановить операции по списанию средств граждан. В ближайшие месяцы руководство областного управления МВД и отделение Владимир Банка России подпишут соглашение о сотрудничестве. Помогают в профилактике преступлений и средства массовой информации. Сегодня телеканал «Губерния-33» благодарностями отметили оба ведомства. Ирина Начарова и Евгений Адамов. Продолжаем выпуск. В этом году в регионе построят 11 многоквартирных домов для расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Владимирской области. Два дома возведут в Гусь-Крустальном и Киржаче, а также по одному во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и Киржаческом районе. На эти цели из разных источников выделено больше 700 миллионов рублей. Расселить планируют свыше 2000 человек. В прошлом году в регионе построили 6 домов. Это позволит начать расселять жителей домов, которые признаны ветхими после 1 января 2017 года. С 2019 по 2023 год направим на переселение 4,5 миллиарда рублей. На эти средства будут проселены 7 тысяч жителей из аварийных жилых помещений площадью 117 тысяч квадратных метров. Мы выполняем программу по переселению опережающими темпами. В связи с тем, что мы подали заявку в фонд на оставшуюся сумму, у нас будет сокращена программа на один год. То есть мы раньше планируем расселить людей на один год. Особое внимание в регионе уделяется и обновлению коммунальной инфраструктуры. В области было построено и модернизировано 9 котельных, 20 объектов водо- и теплоснабжения. На эти цели в прошлом году было выделено почти 2 миллиарда рублей. Начали в прошлом году активно и комплексно модернизировать тепловые сети с котельными в городе Александров. Была в прошлом году разработана проектная сметод документации на все объекты. Построены 2 котельные, 2 участка тепловых сетей. В этом году стоит задача построить еще 9 котельных и 30 километров тепловых сетей. В текущем году на модернизацию будет направлено порядка 2 миллиардов рублей. И мы планируем еще построить порядка 25 объектов. На Владимирской ТЭЦ провели экскурсию для журналистов. Вместе с сотрудниками они побывали в самом сердце станции. А также узнали, как специалисты отрабатывают нештатные ситуации. Все подробности в нашем материале. Вход на станцию только в касках и жилетах по-другому нельзя. Энергетики показали гостям сердце электростанции, главный щит. Здесь ведется контроль и управление схемой электротехнического оборудования. Журналистам объяснили, откуда берется энергия. И газовоздушная смесь сгорает, расширяет, выступает турбина, вращает турбину. Турбина вращает генератор. Генератор вырабатывает электрическую энергию. Эти огромные цеха, турбины и котлы обеспечивают тепло в домах жителей города. Да, оборудование поражает масштабами. Турбинное отделение размером в несколько футбольных полей. Ошеломил масштаб производства. Большое оборудование, современное оборудование. Профессионализм коллектива, компетентность коллектива. И вы знаете, даже какая-то гордость, что есть такие сотрудники на этом предприятии. И ощущаешь безопасности. После экскурсии на ТЭС журналистам показали Центр подготовки специалистов. Это отдельное здание, где обучают новых работников и проводят тренинги для студентов. Также здесь ведутся профессиональные конкурсы среди филиалов компании. Кабинеты оборудованы тренажерами, которые имитируют работу энергостанции. Иногда здесь специально создают аварийные ситуации. Персонал должен вовремя это выявить, вовремя зафиксировать, локализовать аварийную ситуацию, восстановить режим работы. Высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает бесперебойную работу станции, по праву считается самым ценным ее ресурсом. Директор филиала подчеркнул отдельное спасибо за освещение их деятельности журналистам. Каждой компании правильно показывать, что у нас внутри творится, чем мы живем, о чем мы думаем, куда мы движемся, как мы развиваемся. И ваша специальность, ваша профессия, я считаю, это основной инструмент, тот, который нам помогает эту информацию донести до людей. Во Владимирском филиале Т-Плюс трудится около 450 специалистов, которые обслуживают оборудование. Они обеспечивают круглосуточную работу ТЭЦ, ведь тепло и электричество в дома жителей необходимы постоянно. Ольга Альфимова, Мария Гончарова и Сергей Власов. К другим новостям. Владимирской области будут возрождать жемчужину Судогодского района, усадьбу Храповицкого в поселке Муромцево. В Белом доме совместно с руководством Владимира Судорецкого музея-заповедника разработали дорожную карту. Реставрацию начнут уже в феврале. Реновацию начнут с взъезда в поселок Муромцево. Для этого будут созданы визит-центр, парковка, благоустроен подход к усадьбе. На втором этапе преобразится нижняя часть парка, где находится пруд. Берег водоема очистят и приведут в порядок. Также планируется восстановить музыкальный павильон. После этого восстановят и благоустроят каскадные бассейны, аллеи и верхнюю часть парка с дендрарием. Сейчас рассматривается возможность на время законсервировать главный усадебный дом. На это планируется привлечь средства и технологии Министерства культуры. В школах Владимирской области стартовали новые занятия в рамках федерального проекта «Урок цифры». Детей на практике знакомят с профессией метеоролога. Школьников учат делать прогноз погоды. Одним из первых с новым проектом познакомились ученики Вяткинской школы в Судогодском районе. Как предсказывать погоду, узнал и мой коллега Игорь Липский. Прогнозом синоптиков интересуются практически все. Для моряков и лётчиков погодные условия влияют на планирование маршрута. А обычным людям надо знать, что надеть. На улице какое число? 20 января. Должна быть зима, морозы. Вот и я надела зимнюю куртку, тёплую, тёплую-тёплую обувь. А надо было с собой взять только зонтик, потому что было кофе. В руках у преподавателя специальное оборудование. Один датчик измеряет температуру воздуха на улице, другой в помещении. Все данные выводятся на интерактивный экран. Что вы сейчас только что наблюдали? Температуру. Температуру, правильно. Эти данные позволяют предсказывать погоду на день, месяц или даже на год. Но идеальную модель портит циклон и антициклон. Поэтому специалисты следят за погодой в круглосуточном режиме. Учитывается не только скорость ветра и температура, но и атмосферное давление и количество осадков. Мне такие нравятся уроки, что можно поработать с компьютерами. И они очень интересны. Я научился знать, как измеряют погоду. И, в принципе, мне понравилось. В школе уделяют особое внимание внеурочной деятельности, в их числе и IT-сфера. 367 учеников занимаются 3D-моделированием, программированием и робототехникой. В этом и помогает современное оборудование. Руководство школы уверено, подобные уроки будут не только интересны, но и полезны всем детям. В проекте «Урок цифры» мы участвуем уже не первый год. Детям это очень нравится, потому что дает возможность поучаствовать и побывать там, где они не смогут никогда побывать. Например, сегодня мы побывали на метеостанции, и вряд ли кто-то из ребят действительно там окажется. Если брать другие направления, в уроке «Цифры» дети также у нас очень активно принимают участие. И вместе с учителем на уроке есть возможность каждому ребенку заниматься на отдельном компьютере. Все материалы учителя берут со специального сайта проекта. Приступить к занятию можно в любое время. В школе с учителем самостоятельно дома или с родителями. Сам урок занимает от 10 до 30 минут. Материалы органично вписываются в школьную программу по разным предметам. Многие занятия помогут ребятам в выборе будущей профессии. Уже сейчас ребятам доступны вообще очень большое количество самых разных возможностей. Созданы 6 IT-кубов в разных муниципальных образованиях. И сейчас у нас ведется работа над очень интересным региональным проектом, в рамках которого преподаватели IT-кубов будут работать не только с ребятами своего муниципального образования, а будут выезжать в другие муниципальные образования и давать возможность также и этим школам, этим ребятам изучать информационные технологии. Уроки цифры будут проходить во всех школах Владимирской области до 5 февраля. Обучиться могут и взрослые. Для этого нужно зайти на портал федерального проекта и попробовать предсказать погоду. Игорь Липский и Андрей Беляков. В Владимире премии «Гражданская активность» наградили лучшие общественные организации и отдельных активистов. В этот раз в список победителей попали и обычные жители города. Общественная инициатива, пожалуй, одна из самых главных инициатив, которую мы не только должны, а просто обязаны поддерживать. Потому что она, как правило, бескорыстная инициатива. И именно те люди, которые оказывают огромную помощь другим, которые в тех или иных сложных ситуациях оказываются. И поэтому любое общественное направление деятельности для нас очень важно, потому что это, прежде всего, связано с людьми и делается это для людей. Поэтому задача администрации – поддержать практически любую инициативу, понять, что мы будем дальше с этим делать и оказать содействие в их развитии. Премия «Гражданская активность» учреждена еще в 2019 году, чтобы отметить не только организации, но и активных горожан – владимирцев, которые самостоятельно воплощают в жизнь свои проекты без грантовой поддержки. Всего сегодня в городе активно работают более 100 общественных организаций. Они представляют и защищают интересы ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Кроме того, есть творческие союзы, религиозные организации и национально-культурные объединения. Нашей организации почти 25 лет. Мы давно работаем, но настолько сейчас активизировалось сотрудничество межнациональное, и это замечательно, это здорово, потому что мы живем в таком сложном мире и в такой сложной обстановке, что необходима вот эта сплоченность межнациональная, потому что только будучи сплоченными, мы достигнем больших побед в этой жизни. Особое место среди общественных организаций области занимает Российский детский фонд. Сегодня Владимирское отделение отмечает 35-летие со дня основания. В честь солидного юбилея в Бостон-Центре прошел слет волонтеров детства. По их подсчетам, за все время работы фонд оказал помощь десяткам тысяч детей. Мои коллеги расскажут подробнее. Не дня без добрых дел. За правдивость этого девиза Лидия Мордасова ручается лично. Она одна из тех, кто стояла у истоков основания Владимирского филиала Российского детского фонда. Лидия Мордасова до сих пор помнит. Первыми их помощь получила многодетная семья Гончаровых из Киржайского района. Восемь человек детей, но и как раз случилась очень неприятная вещь, у них сгорел дом. И вот детский фонд, по сути дела, за год построил им свой дом. И мы ездили как раз, возили вот в этот новый дом, газовую плиту, холодильник. Ну, в общем, с новосельем поздравляли. История Владимирского отделения фонда началась в 88-м году. Первым председателем правления был избран Николай Корольков, ректор пединститута. Затем фонд возглавляли и другие именитые владимирцы. В их числе экс-омбудсмен по правам ребенка Геннадий Прохорычев, который недавно ушел добровольцем на фронт. Сегодня пост председателя занимает Елена Афанасьева. Мы везде, где нужна помощь детям. И сегодня об этом и пойдет рассказ. Из года в год Владимирское отделение защищает права и интересы детей. Помощь фонда получают малыши из малобеспеченных, многодетных и неполных семей. В том числе дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации и сироты. С фондом сотрудничаем, когда у меня родился третий ребенок, Володя. Помощь получаем детям, первый класс, когда идут, дают рюкзачки и дают констовары. Дают на Новый год подарки, билеты дают на новогодние спектакли. Фонд собирает средства на лечение детей, оказывает бесплатные юридические консультации для родителей. С начала спецоперации волонтеры собирают помощь для детей-беженцев. Помогают и семьям Донбасса. С апреля прошлого года сотрудники фонда доставили более 300 тонн гуманитарного груза в Мариуполь. В определенный период времени сотрудничаю с Еленой Павловной, с фондом. Мы сделали много добрых дел и я полагаю, что мы будем продолжать, несмотря ни на что, делать эти добрые дела, помогать детям, делать детей счастливыми. Сегодня принять участие в работе фонда может любой житель региона. Для этого достаточно зайти на официальный сайт и выбрать вариант поддержки. В фонде обещают, все собранные деньги, игрушки и необходимые вещи дойдут до адресата. Татьяна Гордеева, Евгения Волкова и Андрей Беляков. Это у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история и вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Виктор, приветствую тебя. О чем сегодня будете говорить с гостем? О том, какие у руки истории помнят наши земляки, выясним после рекламы. Не переключайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА